Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 октября, День Сергия. Сегодня почитают память преподобного Сергия Родонежского, величайшего защитника русской земли. Он сделал много дел, защитил на Куликовом поле земли русские от татар, обосновал обитель, преобразованную впоследствии в Троице Сергиеву Лавру. В своей жизни он совершил большое количество чудес. Однажды Сергий воскресил умершего мальчика, помирил враждующих между собой князей, которые признали старшим Дмитрия Донского, героя Калюковской битвы. На Сергея Родонежского был распространен обычай рубить капусту, забивать птиц для продажи. В народе Сергии считали покровителем кур. В старину куриный бульон был одним из доступных и эффективных лекарств, которое укрепляло силы человека. Сегодня выпекали хлебные лепешки на капустном листе. А перед тем, как отправить их в печь, просили благополучия на зиму. Первый пирожок закапывали еще теплым на грядке, где росла капуста. Считали, что это к урожаю. Приметы. Если сегодня выпал первый снег, зима наступит на Михайлов день. Это 21 ноября. Если первый снег сухой, значит лето будет мягким и теплым. Хорошая погода сегодня говорит о том, что такой будет еще в течение трех недель. Какой день сегодня, таким он будет и 8 апреля. Если сегодня дует южный ветер, зима будет теплой, западный снежный, а северный холодный. Если с Сергия начинается зима, то с Матрёны зимний, это 22 ноября, зима установится с морозами и метелями. Доброе здоровьица. Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Рада вас видеть. И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Он швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Я часто от вас про Беннера слышала. И, кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему, более того, внедрил ее в санаторий. И более того, вы знаете, я, когда его читал книжку, эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались. Наш Николай II интересовался этой книжечкой. А как там питаться? Так, чтобы жить доброй и красивой. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре. Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Он установил калорийность. Говорят, что в то время бытовало такое мнение, кстати, оно и до сих пор быт, что калорийность, вернее, ценность продукта оценится за счет того, что мы берем какой-то продукт, съедаем, и он дает столько-то белка. Вернее, столько-то калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишут белка, столько-то углеводов, столько-то. Вот, 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 вот. На самом деле, на самом деле, он, значит, подошел к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которые аккумулировало растение от солнца? Аккумулировало, то есть взяло. Да. Сколько здесь солнечной энергии? Да. И он назвал пищу, которая растительная пища, свежая, причем растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем пищу. Орехи. Орехи, действительно, орехи, молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть свежайшее молоко. Вот этого аккумулятора первого рода, оно дает наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. И способствует того, что с помощью этих продуктов человек лучше в свой свет чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но вареные. Потенциал солнечной энергии уже у них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как, ну, не так часто, но тем не менее использует. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее, наименьшую, вернее, ценность. И он сделал еще очень интересный вывод, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. То есть, другими словами, когда мы едим продукты, аккумуляторы первого типа, у нас рода, наш организм понимает, что он получает и говорит, спасибо, я сыт. А когда мы едим консервы, организм говорит, а я вообще не понимаю, что вы мне даете, и начинаем мы этих консервы вот так лопать. Как только пища окажется, сахар, рафинированная, содержит неправильное количество или не то соотношение минеральных веществ, организм не разбирается и переедает. В результате чего, все сейчас человечество идет к тому, что становится полными. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название «день Икадаши», первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют «кундолин». Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok